Свыше 3 миллиардов рублей составляет задолженность населения Саратовской области перед поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Такую цифру чиновники озвучили на заседании Круглого стола. Из этой суммы на долги за отопление и горячую воду приходится более 1 миллиарда рублей. За газ и электроснабжение почти по 1,5 миллиарда. Чиновники говорят, сложно определить, какую долю от общей суммы задолжали непосредственно жители, а какую управляющие организации. В связи с этим на рассмотрении в Госдуме находится проект закона о прямых платежах от граждан-поставщикам ресурсов. Это позволит исключить лишнее звено. К управляющим компаниям будут поступать только деньги на содержание дома. У нас в соответствии с действующим законодательством, исполнителем коммунальной услуги является кто? Управляющая организация. И договор она должна отключать непосредственно ресурсоснабжающую организацию коммунального комплекса. И учитывая вот то, что я сейчас сказал, у нас получается, что долги у нас перед кем? Между населением и управляющей организацией, как исполнителем коммунальной службы. Огромные долги, уверяют специалисты, мешают нормально функционировать в системе ЖКХ. Но уже с нового года ситуация может в корне измениться. С 1 января 2016 года размер штрафных санкций для населения значительно увеличится. Пене за просроченный задолженность значительный вырос. А именно, только первый месяц у нас начисления не будет. Со второго месяца у нас на задолженность начисляется пене в соответствии со ставкой рефинансирования 1,03. На 61 день у нас идет уже 1,03. То есть у нас получается, что эта задолженность будет идти под 20% годовых и под 10% годовых. По словам специалистов, в Саратове должниками за коммунальные услуги в основном являются люди с немаленьким достатком, у которых большой метраж квартир. Продолжение следует... Продолжение следует...